Сегодня мы в двух словах поговорим про сороковую страницу трактата Бава Митсия. И здесь несколько новых мишна йод, которые я попытаюсь суммировать хотя бы. И первая мишна обсуждает человека, который другому дал на хранение какие-то фрукты. И, как объясняет Гемора, речь идет о том случае, когда он перемешал их со своими фруктами. И получается, теперь невозможно понять, сколько возвращать назад, потому что фрукты же портятся, или овощи, плоды какие-то, зерно, это портится со временем. Поэтому он не обязан ему отдать столько же, сколько было. Если бы они отдельно лежали, он бы просто отдал то, что есть. Но в данном случае, так как они смешаны с его собственными, ему приходится отдавать по умолчанию столько, сколько обычно портится этого вида фруктов или злаков. В том числе здесь описывается, сколько именно на каждый, допустим, кор. Кор – это очень большой объем был. Сколько портится обычно, допустим, риса. Сколько портится других видов злаков. Интересно, что в основном, похоже, они боялись того, что съедают мыши. В любом случае, интересно, что вильницкий Гаон, согласно традиции, считается, что использовал эту мишну, чтобы доказать, что орес – это рис. Вы знаете, есть известный диспут. Сегодня в современном юридике, без сомнения, орес – значит рис. Да и звучит похоже. На многих языках слово орес похоже на слово рис, райс, орес. Согласные фактически те же самые. Поэтому уже принято считать, что все, что в Талмуде сказано про орес, а ореса же есть особые законы, например, что на него делается броха мезунот, в отличие от других видов, не из пяти злаков, всех остальных видов, китни, вот так называемых. Все, что зерновое, но не из пяти особых злаков, не из пшеницы и чмени, а и похожих на них злаков. То есть на все это броха будет бореприадама, а если полностью растолчено, тогда будет, если мука сделана из них, тогда будет, соответственно, на хлеб из них броха шиаколь, и тем более на мезунот. То есть брохи борей минэ мезунот и броха амоцелях и минарес, они только зарезервированы для муки из пяти особых злаков. А вот орес, у него исключение. Хотя орес это не из пяти злаков, и тем не менее броха на рис будет бореми на мезунот в определенных ситуациях. Так вот вопрос в том, является ли орес действительно рисом. До сих пор есть хасиды, в том числе хабадники, которые не делают броху на орес бореми на мезунот, на рис на бореми на мезунот, потому что считают, что мы не уверены, орес это рис или нет. Потому что раши объясняют слово орес в трактате брохот, он переводит его как, видимо, просо по-русски, какая-то пшенка, в общем, что это не рис, по ему мнению. Поэтому, так как боятся, что провраши, то на всякий случай не делают на рис броху бореми на мезунот. Но и бореми при адамане не делают на рис, они просто шагоколь делают на всякий случай. Так вот, а предпочитается, чтобы рисовые дуды ели после брохи гамоци. Тогда уж точно никакой брохи не требуется, гамоци, да, броха на хлеб покрывает и рис в том числе, поэтому является рис орес или не является, никакой брохи не нужно будет делать, если человек, например, плов поел после брохи на хлеб. Поэтому советуют, вот, хасидские группы многие делают броху гамоци, и потом только есть рисовые. Так вот, вельницкий гамон считал, что рис таки это орес, как сегодня считают большинство и сифарских, и литовских евреев. Только хасиды, в основном, строги, как я говорил. И в том числе говорят, что он использовал именно нашу мишну, чтобы определить это. То есть он проверил, сколько действительно портится продукта, и сравнил с тем, что гемора говорит про орес, и совпало. Я рассказывал в другом месте, что у меня еще есть одно доказательство, что рис это похоже орес, потому что рис описывается в трактате швеит, что, похоже, там очень много воды нужно, он растет буквально в воде. Это верно для риса именно, а не для других злаков. Поэтому, когда орес описывается как то, что мы знаем про рис, то, скорее всего, орес и есть рис. Окей. А второе, вторая мишна здесь, это насчет вина, которая портится. Тоже есть тут разные мнения, сколько именно ожидается, что оно испортится. И также про масло. И тут заодно описывается, сколько, когда человек продает, допустим, человек продал масло чистое, сколько ожидается у него осадка. Видите, у любого масла был осадок. Сегодня, кстати, в Америке я никогда не видел, чтобы у масла был осадок. Но в России я помню, что подсолнечное масло, например, когда продавали, там всегда образовывался осадок. Так вот, вопрос в том, сколько считается нормально, сколько считается, что продавец не обманул покупателя. И тут все это описано. Наконец, последняя мишна в самом низу, второй стороны страницы. Это вообще другая тема. А если человек другому оставил что-то на хранение, например, бочку он ему положил, и не было специального какого-то угла, что ли, не было выделено специальное место для хранения, то есть в любом месте дома тот может хранить, тогда, если хозяева решили эту бочку передвинуть с места на место, и она разбилась, то закон такой. Если они двигали ее для самой бочки, или цирко, то есть для самих себя двигали по своим причинам, хотели место освободить, например, нужно было это место, поэтому подвинули бочку, тогда они должны платить. То есть хозяева виноваты, что бочка разбилась. А вот если они двигали лицарка ради самой бочки, то есть нужно было подвинуть эту бочку почему-то, в этом месте нельзя было ее больше оставлять. Например, Аши говорит, что в этом месте было, видимо, для этой бочки могло что-то произойти, могла разбиться она в этом месте, что-то в этом месте нельзя было ее больше оставлять. Значит, если они подвинули тогда бочку, и бочка разбилась, то они освобождены. Потому что они делали наоборот, они пытались спасти бочку чужую. Это все значит про случай, когда бочке не было выделено специальное место. А если после того, как они уже поставили бочку на новом месте, она разбилась, тогда в любом случае освобожден хозяин дома, да, теряет на этом хозяин бочки. Потому что так как место специально не было выделено, то теперь, когда она стоит в другом месте, разницы нет. Она могла стоять там, могла стоять там. В любом случае, хозяин дома не отвечает за бочку больше. А вот последний случай, это если все-таки было специальное место выделено, то есть бочка должна была оставаться именно в этом месте. Тогда закон такой. Если опять же ее разбили, когда ее двигали в этот момент, то тогда закон будет такой же, как в предыдущем случае. Опять же, если двигали ради бочки, то невозможно винить хозяина дома, он пытался спасти чужую бочку. Но если двигали для себя, для своего удобства, тогда он виноват, хозяин дома, который двигал эту чужую бочку. А разница во втором случае будет. Если двигал он и после того, как ее уже положил, после этого она разбилась. В предыдущем случае мы сказали, что он никогда не будет виноват. Раз он уже ее оставил, а теперь она разбилась. Потому что у бочки не было конкретного места, где ее оставили хозяева. А вот теперь, когда было конкретное место, то получается, что всегда, если двигал он ради своих целей, хозяин дома, то он будет хаяв даже, что он уже оставил эту бочку на новом месте. То есть получается, что неважно, она разбилась, когда он двигал, или разбилась, когда он ее поставил. Главный фактор в ситуации, когда у бочки было определенное место, главный фактор, почему он ее двигал. Если для себя, то он всегда хаяв, даже после того, как ее поставил. Если для бочки, тогда он всегда потух, всегда освобожден. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.